Добрый день, дорогие трейдеры! Здравствуйте! Вы смотрите экономические новости на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами мы Екатерина Стихина и Анна Касаткина. Представляем вашему вниманию обзор валютного и товарного рынков за прошедшую неделю. Какие тенденции преобладали на прошлой неделе? Доллар показал отрицательную динамику в пятницу, сократив позиции, завоеванные ранее на фоне публикации отчета по темпам роста ВВП США во втором квартале. Для доллара США отчет о ВВП оказался упущенной возможностью стать катализатором роста во время летнего затишья. Индекс доллара США, показатель, отражающий соотношение стоимости американского доллара и корзины из шести основных валют, снизился до 94,673. Тем не менее за неделю индекс вырос на 0,2%. Однако в целом за месяц изменился незначительно. Валовый внутренний продукт США увеличился на 4,1% в годовом выражении за три месяца с апреля по июнь, в то время как экономисты прогнозировали рост на 4,2%. За первые три месяца текущего года американская экономика расширилась на 2,2%. Между тем Мичиганский университет обнародовал данные по настроениям потребителей за июль. Показатель составил 97,9 пункта, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших значения в 97,3 пункта. Однако настроение все еще находится на минимальном уровне за последние полгода. Данные по ВВП, представленные в пятницу, также отразились на стоимости евро. Единая европейская валюта торговалась на уровне 1,16,59 цента во время Нью-Йоркской сессии, за неделю евро потерял 0,7%. Евро продемонстрировал снижение после того, как инвесторы не получили какой-либо ясности в отношении нормализации денежно-кредитной политики Европейского центрального банка по итогам заседания регулятора. Между тем самая крупная в мире криптовалюта вновь превысила отметку 8200 долларов в пятницу после резкого снижения на фоне сообщений о решении американского регулятора запретить запуск первого в истории биржевого фонда ETF в биткоинах братьями Тайлером и Кэмерона Уинклвоз. Биткоин снизился до минимума 7 798 долларов 70 центов в пятницу утром. Через несколько часов криптовалюта восстановилась до отметки 8211 долларов 87 центов. На прошлой неделе биткоин подпрыгнул до двухмесячного максимума на фоне слухов о скором одобрении биткоин ETF. Это все, что касается валютного рынка на данный момент. А какие изменения произошли на товарном рынке на прошлой неделе? Цены на нефть показали четвертую неделю снижения подряд. Что же повлияло на торговые решения инвесторов? Это были беспокойства вокруг избыточного предложения. Фьючерсы на талон американскую нефть WTI с поставкой в сентябре завершили торги в пятницу со снижением на отметке 68 долларов 69 центов за баррель, потеряв 2,5% за неделю. Между тем, сентябрьские контракты на нефть сорта Brent снизились до отметки 74 доллара 29 центов за баррель. Несмотря на снижение в пятницу, фьючерсы выросли на 1,7% по итогам торговой недели на фоне перебоев с поставками нефти из Саудовской Аравии. Цена на нефть Brent завершила месяц снижением примерно на 7% на фоне растущих признаков увеличения добычи нефти в Саудовской Аравии, России и Соединенных Штатах. Фьючерсы на золото закрылись с понижением по итогам дня и недели в пятницу, так как не оказалось достаточно катализаторов для восстановления драгоценного металла из нисходящего тренда. Фьючерсные контракты на золото с поставкой в августе закрылись по 1223 доллара за тройскую унцию, за неделю фьючерсы с поставкой в августе потеряли 0,7%, в то время как декабрьские контракты снизились на 0,6%. Екатерина, большое спасибо за обзор товарного рынка. Вы смотрели еженедельный обзор валютного и товарного рынков, которые вам представили мы, Екатерина Стихина и Анна Касаткина. Всего вам доброго, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok